Привет! Друзья, такой вопрос. Что вам сейчас нужно услышать? Что сейчас есть в вашей жизни такого, что пока еще тайна? Что откроет высшие силы? По какой вы дорожке пойдете? И какую счастливую судьбу вы найдете? Вы королева жезлов. Вот буквально карта похожа, как я в своем пространстве. В пространстве, где высшие силы помогают вам, открывают будущее. Это мы с вами, это вы. Вы тет-а-тет со мной у себя дома, в квартире или в доме своем. И я здесь из моей студии, из Канады, Ванкувер. С вами мы друг другу понятны, потому что мы говорим на общечеловеческих параметрах. Это параметры любви и счастья. Вы королева жезлов, вы пребудете в силе. Высшие силы хотят, чтобы вы знали, что вы пребудете в силе. Потому что часто люди, ну не знают этого, они просто негативны, все время мысликрутка негативная. Кому-то выгодно навязать какие-то стандарты вам их, других людей, которые хотят вас запутать. И вы, в общем-то, идете по этому замкнутому кругу чужих установок, мыслей. И поэтому вы королева жезлов, вы входите в свою силу. Это карта-сигнификатор того, кто зашел сюда на огонек к высшим силам. И актуально, когда вы зашли? Не сомневайтесь. Общие расклады или заказанные, в любом случае что-то нужно выбирать свое, а что-то и отбрасывать за ненадобностью. Свои ответы вы получите. Итак, что же для королевы жезлов? То есть для вас, для трефовой дамы, женщины деловой, ну дела домашние или же общественные, или же дела профессиональные. Что для вас хотят сказать высшие силы? Что открыть? Четверкой Пентаклей. Вы можете быть четыре раза богаче, чем вы есть. Это точно. Это карты от богатства, благополучия, счастья. Ведь Пентакли это не только деньги, это тоже ресурс. Что для вас ценно и важно в жизни? Вот это и есть Пентакли. На чем сейчас ваше внимание? У кого-то на работе, у кого-то на личной жизни. Но у вас будет visitor, то есть у вас будет... Кто-то придет, вот здесь видите, за дверью чье-то лицо. Кто-то стучит в вашу дверь. Это может быть человек или счастливые события, которые дадут вам возможность заработать, что-то удачно купить, продать. Как-то удачно устроить ваши дела. Вот что будет. Четверка жезлов. Уже четверка Пентакли, еще четверка жезлов. Я вижу, что в вашу жизнь входит стабильность. Уверенность, да, в срешнем дне, стабильность. И это урожай. Здесь карта урожайная. Вот знаете, изобилие. Изобилие всего, что для вас будет полезным и познавательным. Познавательным в том плане, что когда вы знаете, что будет работать, что даст результат. Вы будете делать только те дела, которые дают результат. То есть будете вкладываться только в то, там, где есть ресурс, там, где есть в будущем уже результат. То есть есть прирост финансов или же благополучие в любви. Там, где есть уже результат. Вот это вы будете только и делать. Пятерка меча. В вашей жизни есть какой-то человек. Вот знаете, маленького роста в каком смысле? Не в том смысле, что он маленького роста, этот человек. Дело не во внешних характеристиках. А вот маленькая душа у него. Вот у него душа ущербная, неприличная. Вот он маленький, с позиции высших сил. У вас в жизни сейчас есть человек, который с позиции высших сил очень маленького роста. То есть этот человек, он видит со вселенной, как человек, который ничего хорошего не приносит другим. А только берет, пользуется. Такой вурдалак-вампир. Этот человек сейчас скрывается под маской. Это может быть у вас в семье, или на работе, или в более крупном масштабе. Кто-то такой человек, который скрывается под маской. Который говорит, что он друг. На самом деле из-за пазухой держит предательство, использование вас. Что это за человек? Зачем вы ему доверились или ей? Этот человек способен вот на что. Он способен, знаете, как враг мира человеческого, рода человеческого. Украсть, забрать, оставить вас ни с чем. Обесточить вашу энергию. Украсть у вас то, что по праву вам принадлежит. Зачем вы ему доверяетесь? Он делает вам комплименты. Здесь такой павлин. Павлин на заднем плане. Этот человек делает вам какие-то комплименты. Понимаете? И в то же время есть другое, на которое вы вообще не обращаете внимания. Это ваш лучший друг. Преданный, надежный. Может он не семь пядей во лбу. Или не такой красавицы. Или у него такая спокойная. Знаете, харизма бывает разная. Вая спокойная харизма. Вот этого человека спокойная харизма. Может он вам не интересен. Но он надежный, верный. Он способен на поступок ради вас. То есть в вашем окружении сейчас есть два человека. Вы доверились предателю. Вы доверились плохому человеку. А хорошего пропускаете как мимо ушей. Почему? Вопрос. Туз Пентакли. Вот с этим хорошим человеком, да? Шестеркой чаш. Который готовит для вас только подарки. Только любовь. Вы можете быть очень-очень счастливы. Очень счастливы можете быть. Потому что вот у вас здесь новый дом. На новой улице. По новому адресу. Знаете, счастье у нас это картинка в голове. Если нет счастливой картинки в голове, счастье невозможно. И сейчас вот эта вся мечта, которая давно мечталась, и не получалась. Сейчас у многих, кто смотрит, у многих, кто смотрит, эта мечта начинает исполняться. Реально. В тот момент, когда вы смотрите, все начинает по магии исполняться. Здесь домашний очаг, семерка. Жезлы очень такая карта, говорящая. Вы знаете, что для вас работает. Жезлы – это ваш алгоритм счастья. Вы знаете, что работает, когда вы разговариваете с людьми. Вы знаете, какие слова, какие дела работают. Вы знаете, чего вы хотите. Для дома, для одежды, для еды, для всего. В общем, из этого состоит счастье. Но некоторые вещи вы еще не знаете о себе. Они еще сокрыты. Вы еще до сих пор не знаете точно свое предназначение. Но эта карта говорит, что вот здесь сундук такой закрытый. Это, как знаете, ящик Пандоры. Что такое ящик Пандоры? Вот там, где Бог сказал, что есть вера, надежда, любовь, но ее не так просто найти. Вначале, когда открываешь ящик Пандоры, оттуда выходит одна гадость и грязь. То есть то, что вам мешало жить, препятствия, негативные программы. Может быть, это такая карма злая. Это все выходит наружу и растворяется в чистом воздухе. И вы получаете то, что лежало на дне у ящика Пандоры. Многие не знают. А там на самом дне Бог поместил такие параметры, как вера, надежда, любовь. И это вот такие, как бы, знаете, звезды. Три звезды, которые ведут человека всегда. Вот если это соотносится все, что вы делаете, с тремя параметрами вера, надежда, любовь, можно проверять, правильно ли вы идете. Значит, правильно идете. А если хоть один параметр не соответствует, например, есть вера, надежда, а любви нет, ничего не получится. Может, будут деньги, но какой ценой? Потому что вы делали то, что не любили и так далее. Или, например, есть надежда, любовь, а нет веры. Тоже плохо. Вот это вам нужно знать сейчас. И вас ожидает счастье. Это карта счастья, конечно. Десятка Пентаклей – это вот, знаете, безусловное счастье. Когда просто по праву рождения вы из золушки превращаетесь в королеву. И там, там из простого человека в короля. это когда у вас все есть. И есть уверенность в завтрашнем дне, и есть счастье, и есть радости, и есть желания. Эти желания исполняются не сразу все, потому что тоже никому не нужно. Тогда будет жизнь пресная дальше. А один за другим, одно за другим, желание исполняется. И счастье буквально полное. Это когда и в семье все хорошо, и на работе, и живете в том месте, где, ну, вы под защитой. Вас никто не может обидеть. Это очень-очень важно. И это будет у вас. И вы этого достигнете. Добьетесь. Я точно это знаю. А мои расклады в этом вам точно помогут. Я вас приглашаю на мои другие расклады тоже, если есть желание. Везде получите помощь. Вообще, расклады вы смотрите для отдыха. С пользой. Потому что отдохнувшим ум он чудеса творит. Посмотреть свой путь, отдохнуть. Или между делом. Все равно найдете подсказки. Кто меня не знает, я Лена из Канады. И я очень рада вам служить, верой и правдой. Мне очень приятно, что вы можете прийти и побеседовать сами с собой. С высшими силами здесь. Можно сказать спасибо лайкам. Ну, а можно доказать свою, в общем, то, что помогает вам. Не только лайкам, но и делом. То есть, небольшим донатом иногда. Я буду очень благодарна. Это можно сделать у меня на сайте kolena.torot.com Переход есть в описании этого видео или же стать спонсором. Благодарю от души. Я это говорю в конце видео, потому что новый слушатель, может быть, есть такой богатый человек, который может мне купить чашечку кофе раз в месяц. Я буду от души благодарна. Ну что ж, до встречи. Пока, мои дорогие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok